МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! События в краеву столицы, материалы корреспондентов информационной программы Наши новости в студии Кирилл Политов. И Татьяна Динер. И вот наиболее заметные темы выпуска. Выстроил стену воды. Прошедший накануне в краевой столице ливень превратил улицы в реки. Я живу на улице Матросова, асфальт. Я не ехал, я плыл. Я просто плыл. Тополиное противостояние. Почему небезопасно жить по соседству с белым и пушистым? Даже когда нет большого ветра или грома, или дождя, мы теперь под ним пробегаем. Наш черед. Первый выход алтайских спортсменов на поля Всемирных игр и другие новости универсиады в Казани. И начнем с темы, которую обсуждают, пожалуй, все жители краевой столицы. Ливень, накрывший Барнаул накануне, стал главным героем видео и фотосъемок. От регистраторов в машинах до камер в мобильных телефонах. Это неудивительно. Город, по сути, встал. Дорога домой для многих барнаульцев превратилась в настоящее испытание. А железные кони стали водоплавающими. О том, как это было, материал Татьяны Гладковой. Ну и все, приплыли. Дождь, который пролился вчера на Барнаул, вылился к горожанам. Но вы сами видите во что. На этих кадрах водитель забирает из салона маленького ребенка и с трудом идет с ним сквозь поток. Воды по пояс, сложно поверить. Но несколько минут назад там еще была дорога. Теперь только вброд. Кто-то не боится ехать, точнее, плыть на ощупь. Большинство водителей все же предпочитают не рисковать и ждут погоды. Море-то уже есть. На пересечении Павловского тракта и улицы Малахова образовалась огромная пробка. Всего за один час выпала суточная норма осадков. Никакие ливневки в этом случае не справляются. И вы, наверное, не только в городе Барнауле видели, когда, значит, просто срывают крышки. То есть диаметр трубы не позволяет пропустить такое количество воды. Вот под напором просто с колодцев срывают крышки. Хорошо плывут. Река на 4-й западной появляется каждый год после обильных осадков. Вдоль по течению водители сплавляются до дома. Но самые проблемные участки были на пересечении Павловского тракта с улицы Попова. Калинина и Кулагина вдоволь поплавали на Павловском и Малахова. Больше всего приходилось работать дворником, чтобы водители смогли получше рассмотреть часовое наводнение. Там вообще все затопило. Мама моя. У меня дом сошел, у меня квартира плывет. Я балкон не закрыла. Обалдеть. Обалдеть. Ты глянь, как подмывают машины. Погода бывает летной и нелетной. В Барнауле 8 июля появился третий вариант. Улетная погода надолго запомнится всем горожанам. Владимир Кунгуров говорит так. Город вчера просто захлебнулся. Я живу на улице Матросова, асфальт. Я не ехал, я плыл. Я просто плыл. И кому-то было весело, кто-то хлопал в ладошки. А для кого-то это аукнулось большими проблемами. Тяжело пришлось не только водителям. Пешеходы разувались, держались за машины, чтобы их не унесло потоком. В МЧС сообщили, социально значимых последствий не произошло. Пострадавших нет. Зато накупались в удоволь, но возникает другой вопрос. Как подобные ливни влияют на уровень воды в реке. Она только-только начала отступать. Специалисты говорят, волноваться не стоит. Вода стабильно отступает. По данным на 9 июля, уровень АБИ составляет 476 сантиметров над нулем водомерного поста. Уровень падает. Еще пару дней он будет уменьшаться и стабилизироваться. Скорее всего, к выходным начнется повышение. Из-за того, что сегодня в Бийске прирост уровня на 22 сантиметра над нулем водомерного поста. По данным Алтайского гидромедцентра, в ближайшие дни в Барнауле дожди все еще прольются. Но пятница, 12 июля, обещает быть солнечно и в засадках. Даже будет жарко. Температура днем поднимется до 27 градусов. Но, как показывает практика, погоду на завтра узнаем только послезавтра. Потому что последнее слово всегда остается за природой. Татьяна Гладкова, Александр Антропов. Наши новости. А одну из барнаульских семей ливневый дождь и вовсе оставил без крова. Родители с двумя маленькими детьми в буквальном смысле оказались на улице. Селевые потоки лавиной обрушились через порог частного дома номер 25 по улице Автотранспортная. И моментально затопили помещение на полметра. В дождевой воде в перемешку с уличной грязью оказались диваны. Промокли продукты, одежда и личные вещи семьи Танцаревых. От наводнения заискрилась проводка, испорчена бытовая техника. За несколько часов напора воды размыло стены, образовались дыры в полу. И даже после откачивания воды здесь царит зловонный запах. Однако, несмотря на масштабы трагедии, дом пока не признан аварийным, а пострадавшим никакого даже временного жилья не предоставлено. С ребятишками хотели уже укладываться, пораньше хотели. И резко хрынула вода. То есть я успела ребенка схватить, младшего, а муж старшую девочку. Даже обуться не успели. За минуты-две сразу где-то выше колена воды нахлынуло. А стены все размыло. Вот позвонила спасателям. Спасатели приехали уже в 12 часов вечера. И вот до двух часов, в начале третьего, они это все выкачивали. То есть мы ночевали вот у соседей, благо, что прилетели. Сейчас дом в аварийном состоянии. Я не знаю, куда мне обращаться, что мне делать. Тополины бух, жара июль. В Барнауле дерево пошло на таран отечественной машины. Итог. Вас в смятку, тополь в щепки. Еще одно дерево может упасть сразу же на несколько частных домов. И тут последствия могут быть куда серьезнее. Мой соведущий Кирилл Политов подготовил новую серию хроник быта. Смотрим. В доме с номером 50 по улице Попова поселились беспозвоночные соседи. Полчища червей обосновались в одном из подъездов на лестничной клетке. Кольчатые белые взяли в кольцо несколько квартир. Осада длится почти год. Жильцы идут в атаку с помощью химических средств. Но ряды незваных не редеют. Оно и понятно. Постоянную прописку им выдали в местной управляющей компании ДЭС-1. Специалисты фирмы все никак не могут сделать люк, который ведет на крышу. К тому же по непонятным причинам там постоянно умирают голуби. Полчища опарышей практически каждый день сыплются на головы барнаульцам. Что ж, гигиена здесь на нуле, как и совесть дезовцев. Пришел плотник, который вот это запенивал. И говорит, я, говорит, что должен сделать? Я говорю, ну я не знаю, что-то делать. Он говорит, ну я не техничка, ничего делать не буду. Я говорю, кому мне обращаться? Он говорит, мне без разницы. Тополь с маркировкой растения уже готов устроить атаку на близлежащие дома. С учетом текущей погоды выстрел на улице Второй Забой может прогреметь в любую секунду. Местные жители попросили специалистов из гор Зеленхоза развернуть систему ПВО. Но те устранить потенциальную угрозу пока не торопятся. Мол, мастера уже готовы нанести превентивный удар, но высотные средства сейчас далеко не на высоте. Якобы нынешняя техника с табличкой Made in USSA не дотянется. Желательно бы Made in Japan. Говорят, что машина из страны восходящего солнца еще немного и придет на помощь. Вот только на подмогу она спешит, по славам горожан, уже около года как. А пока деревянный по-прежнему в строю. Тополю в этом году исполняется 60 лет. Пора бы на пенсию. От старости он сыпется. Под бомбежку постоянно попадают жильцы 72-го дома. Так небольшая ветка накрыла сарай и собачью конуру. Тогда под завалами погиб сторожевой пес. Если и сейчас профессионалы не остановят разбушевавшийся тополь, то следующий его удар может стать фатальным уже для людей. Даже когда нет большого ветра или грома, или дождя, мы теперь под ним пробегаем. Потому что буквально 26 июня упала ветка одна. Но это 2-3 моих роста упала, свалила нам забор. А вот что бывает, когда деревья идут в бой. Обрисуем ландшафт. Улица Загородная в районе сооружений с цифрами 13 и 15. Здесь повстречались зеленый тополь и серый представитель отечественного автопрома. После удара вас уже больше не радует глаз. Деревянный со всего маху прилетел, когда спидометр достиг отсечки в 40 делений. От тара на переднюю часть крыши мгновенно вошла в салон. Отдельно отметим везучесть шофера. Ее можно посчитать буквально в миллиметрах. Еще бы несколько сотых и не сносить бы ему головы. Слово обладателю лотерейного билета. Ничего не предвещало беды. Потом увидел тень и уже это, грохотно. Потом очнулся уже в машине просто, зажатой. Кое-кое-как выбрался из машины через заднюю пассажирскую. На экстренный вызов откликнулись медики, полицейские и спасатели. Последние добили тополиной остатки и покинули поле боя. И так огласим обоюдные потери. Говорят, что вас от поражения не сможет восстановиться. Видимо, спишут в утиль. Среди деревянных на одного меньше, но ему подобных тут целое множество. Судя по ветреной погоде, падения могут повториться. Так что лучше эту зону объезжать. Так вот он оказывается какой. Июльский тополиный бух. Кирилл Политов, Николай Шилко, Александр Антропов. Наши новости. К другим темам. Любой каприз за ваши деньги. Сотрудники кадастровой палаты края предлагают клиентам новую форму общения. Теперь они готовы обслужить заявителей на дому или в офисе. Какова цена вопроса такой услуги, расскажет Елена Макаренко. Обслужим клиента не хуже, чем на Западе. Уверяют сотрудники Росреестра, рассказывая о пилотном для края проекте. Его суть сводится к принципу. Нет времени бегать по инстанциям, чтобы оформить документы на квартиру или землю. Обратись к специалистам. Они приедут домой или на работу ко всем, кто желает подать либо получить справки, регистрируясь в кадастровой палате. Вот только каждый выезд – отдельная услуга. Расценки на нее установило федеральное ведомство, исходя из уровня жизни населения региона. В итоге вышло, что на Алтае живут лучше, чем в Самарской, Саратовской и других областях Центральной России. Это услуга платная. Размеры платы для физических лиц – 1000 рублей. Один пакет документов сдать и получить свидетельство. Также размеры такие же – 1000 рублей. Для юридических лиц цена вопроса – 1500 рублей. Сдать документы – 1500 – получить готовые документы. Но это не все удобные нововведения. В пятницу в Барнауле распахнет двери дополнительный офис по обслуживанию клиентов, желающих упростить оформление ипотеки. В одном месте принимать заявителей банковские сотрудники будут совместно со специалистами Росреестра. Новая услуга сократит хождение по организациям, но вновь заставит раскошелиться. У заявителя остается выбор, либо он так же ездит между офисами, либо же, соответственно, может все оформить на месте. А та стоимость? Да, для физического лица такая же стоимость – 1000 рублей за каждый пакет. Обкатаем, уточним востребованность данной услуги у населения, и тогда уже будем дальше этот эксперимент внедрять. В течение, я думаю, месяца-двух. Сейчас услуги выездных специалистов доступны только барнаульцам. До конца года воспользоваться ими смогут жители всех районов края. При этом сотрудники кадастровой палаты подчеркивают, такой способ общения с ними – дело исключительно добровольное. Другие, менее затратные варианты – самостоятельное обращение в регистрирующие, либо многофункциональные центры – пока никто не отменял. Елена Макаренко, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжаем выпуск. Сувенир года выбрали в Белокурихе. Там состоялась ремесленная выставка-ярмарка. В свои изделия на открытой площадке представили кузнецы, гончары, резчики по дереву, камнерезы, мастера лозоплетения со всего края и соседних регионов. Ксения Чернова побывала на мероприятии. Лучшие ремесленники края в пятый раз собрались вместе. Это и начинающие, и признанные мастера своего дела, имеющие неповторимый творческий стиль. Более 70 работ было представлено на конкурс, посвященный 170-летию знаменитой царицы ВАЗ, созданной колыванскими камнерезами. Когда у тебя есть оригинальность, когда соответствие теме, когда это никакого профессионализма нет, это никто не купит это, и никто не приобретет это сувениром никогда не будет. Здесь было на что посмотреть. Работы из кедра, камня, глины, металла, стекла, войлока, фарфоровые и текстильные изделия. Чудо-сувениры выполнены в самых невероятных на первый взгляд техниках. Скульптурный текстиль, пичворк на пенопласте, вышивка на яйцах, роспись с двойным мазком и художественная ковка. Это ручная гравировка по стеклу. Достаточно сложная в исполнении. Я работаю бормашинкой и работаю с методом выбивания. Здесь сложность состоит в том, чтобы выбить полутон на рисунки. Просто многие люди, кто занимаются этим работой, делают рисунки контурные. Эти вазы сделаны нами в городе Заринске. Название камня «Чароид», уникальный камень, один из самых красивейших камней в мире. Работа сделана абсолютно вся ручная. «Чароид» словится «очарование». Миллионов за 7 биодал, но не меньше. Конкурс пользуется популярностью не только у жителей края. Скажите, как вам выставка? Я считаю, прекрасно. Очень приятно, что здесь столько много людей, которые занимаются делом, во-первых. Причем делом таким, которое действительно приятно посмотреть, особенно для отдыхающих. На площадке можно было не только приобрести сувенирные изделия, но и постичь тонкости ремесла на показательных мастер-классах. Победитель краевого конкурса «Сувенир года» Наталья Петрова из Миногорска. Ее работу из Яшмы «Матрешка Раневская царица» признали лучшей. Ксения Чернова, Иван Зяблицкий. Наши новости. Переходим к спортивным новостям и передаем слово Юрию Борлису. Спасибо, Кирилл. Здравствуйте, спонсор рубрики «Барнаульская гор-электросеть». Сегодня в 9 часов вечера по нашему времени первый матч против Японии. На универсиаде проведет сборная России по хоккей на траве, где играют две барнаульские девушки – защитник Елена Вавилова и вратарь Ольга Чугунова. Поболеем! В понедельник стали известны имена очередных победителей всемирных летних студенческих игр в Казани. У нашей страны три золота и два серебра в гребле. Россиянки Сафонова и Зырянова – чемпионки в борьбе на поясах. В мужском и женском дзюдо – тоже по бронзе у нас. Третье место у метателя молота Сергея Литвинова – 78 метров 8 сантиметров. И вот она, Дарья Клишина, лучшая в прыжках в длину – 6,90. А следом на пьедестале Елена Соколова – 6,73. Россиянка Вера Ганеева, вот она по центру, завоевала золотую медаль в метании диска – 61 метр 26 сантиметров. Бегуны Анатолий и Евгений Рыбаковы завоевали серебро и бронзу на дистанции 10 тысяч метров. Один отстал от другого всего на секунду, ну точно – близнецы. В прыжках в воду россиянка Юлия Колтунова одержала победу на 10-метровой вышке бронза у Евгения Новоселова. Дуэт российских синхронисток завоевал золото, а также вся наша сборная взяла очередное золото универсиады в командных соревнованиях. В спортивной гимнастике Россия одержала победу в мужских командных. Инна Дереглазова – первая среди раперисток. Итак, после третьего соревновательного дня универсиады Россия лидирует в таблице медального зачета. В копилке команды 43 награды, из них 19 золотых. На втором месте расположилась Южная Корея, замыкает тройку Китая. 35-я летняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая закончилась общей победой Благовещенского района. У них почти на 600 очков больше, чем у соперников из Смоленского. На третьем – Павловский. С высоким накалом прошел финальный матч футбольного турнира, где соперничали команды Тольменского и Ключевского районов. Его судьба решилась за две минуты до финального свистка. При счете 2-2 победный гол с пенальти забил тольменец Константин Балютин. Юные футболисты Алтая вышли в финал международного фестиваля «Лакобол-2013». Это команда «Алтай-2002» с дюшора Алексея Смертина. Они в Новосибирске заняли первое место в окружных отборочных соревнованиях. Подопечные бывшего игрока Барнаульского «Динамо» Сергея Шатохина в решающем матче взяли верх над сверстниками Новосибирской Сибири 2-0. 1 августа Алтай едет в Москву. В этих соревнованиях сойдутся детские команды из российских регионов и некоторых стран, даже Европы. Тем временем Барнаульское «Динамо-96» вошло в дюжину сильнейших футбольных школ страны в Крымске. В матче за 11 место наши, конечно, уступили сверстникам из «Саратовского Сокола», но по пенальти 4-5. На ранней стадии турнира эти команды уже встречались. Тогда «Сокол» выиграл, ну, чуть полегче, 2-0. В этот раз счет открыли барнаульцы. Саратовцам удалось сравнять с 11-метровой отметки. И хоккея немного. Команда «Алтай» и «Алтайские беркуты» приступили к первым предсезонным сборам. Молодежная команда «Алтайские беркуты» отправилась 3 июля в Яровое. «Алтай» уехал седьмого в Камень-Наби. После двухнедельной общефизической подготовки «Алтайские беркуты» планируют приступить к тренировочным занятиям на льду 22 июля, а «Алтай» 24. Наши новости следят за событиями на «Универсиаде» и за прочим спортом. До свидания. В начале этого лета 25 федеральных и краевых журналистов проехали по нашему региону и посмотрели удивительно красивые, дикие, нетронутые человеком места. Все это в рамках автопробега «Алтайский край» заповедной. С сегодняшнего дня мы будем рассказывать вам о самых интересных точках маршрута. Это уникальные ленточные бары, зона тишины и покой, Тегерецкий заповедник, соленые озера, горные массивы, виноградные долины. Все это здесь, в моем дневнике, а первые его страницы посвящены ленточным барам. Реликтовые ленточные бары. Всего лишь час от Барнаула в сторону Павловска. И перед нами неожиданно, как великаны посреди кажущейся безжизненной степи возникают могучие сосны. Они стоят в стройными рядами на защите природы многие века. Сказать, что они уникальны, значит ничего не сказать. Других таких просто нет на планете. Чтобы почувствовать масштабы нашего Бора, представьте огромную ленту шириной 50 километров и длиной более 500. А кинуть взором это чудо трудно даже с самолета. Все ленты хорошо просматриваются только из космоса. В самом лесу тишина и спокойствие. Бор живет своей жизнью и ему мало дела до человека. У каждого божьего творения здесь свое расписание, но оно идеально вписывается в огромную экосистему. Баланс природы нарушаем только мы с вами. Алтайские СМИ частенько рассказывают о варварских случаях браконьерства и о незаконной вырубке. А еще о пожарах. Пожар, естественно, наземные силы и средства в условиях задавленности не могут достаточно хорошо ориентироваться. Куда идет пожар, где его направление, фронт, фланги и все остальное. Облетая на вертолете, мы координируем движение всех вот этих наземных сил и средств. И благодаря этому удается его остановить, а потом уже сбить пламя и его ликвидировать. С каждым годом добрый дедушка лес, который издревле был и домом, и источником пищи для человека, дышит все тяжелее. Это как затяжная болезнь. И главное противоядие – порядочность, бережливость, ответственность – пока не у всех в крови. Село Павловск образовалось в 1751 году. Первым ее жителем был у нас Григорий Афанасьевич Тагильцев. Он оборудовал, у него было интересное такое прозвище «Фунтик». И вот поэтому река «Фунтовка» как раз носит это название. Рядом с Бором на слиянии двух рек «Фунтовки» и «Космолы» 150 лет назад силами местных жителей появился пруд, вода которого, проходя через дамбу, помогала сереброплавильному заводу. План, к слову сказать, разрабатывал сам Иван Иванович Ползунов. Сейчас территория завода в частной собственности и восстановление исторического здания вряд ли возможно. Зато дамба, конечно, переделанная, стоит и по сей день. Немного неказистая, кое-где с облупленной краской, она как гость из прошлого. Стоишь возле нее и думаешь, сейчас окликнет тебя приказчик и велит живо идти к печам работать. А вода, как время, бежит, заплетает в косо-зеленую тину и уносится вдаль. В следующей серии заповедного дневника появятся новые записи. Посвящены они мамонтовским курганам и соленым озерам. Маргарита Белова, Николай Шилко, Наши новости.